всем привет друзья на связи girl just wanna have smart и сегодня у нас smart часть или круглый стол или приемная комиссия ваш университет пишите комментариях кто мы на связи как обычно света настя и лиза и сегодня мы будем обсуждать животрепещущую тему последнее время в русскоязычном бук сообществе а именно дарк романсы что это вообще такое с чем его едят и почему людям нравится ли не нравится так романы да и нормально лишь что кому то нравится или не нравится спойлер нормально это 100 процентов нормально на самом деле почему мы решили записать это видео во-первых у нас как вы заметили сезон подкастный посвящен в основном дарк романам во вторых на русскоязычную аудиторию они стали активно приходить и как мы заметили последнее время особенно с выходом преследуя адалайн аделину аделину извините очень жаркие дискуссии ведутся и действительно не все понимают вообще что это такое ну поэтому мы здесь мы вам все расскажем вам так повезло что у вас есть так вот давайте начнем с того что же такое дарк романы в целом как следует из названия это по жанр романов но в которых исследуются более взрослые более темные табуированные темы и вопросы и сюжеты вы согласны девочки все верно пока мы сходимся во мнениях отлично вообще дарк романы стали популярны не так давно и особенно с тик током который последнее время у нас задает очень многие книжные тренды и яркий пример это опять-таки hunting adeline про которую скорее всего мы с ней будем много говорить потому что она свое время произвела произвела фурор как и на зинаида фурор зинаида фурор как и на западном книжном рынке так и сейчас она пришла на русскоязычную аудиторию ну и давайте еще отметить что это неплохой пример дарк роман да 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 поэтому удобно ссылаться плюс нас сейчас на волне популярности поэтому да и мы шарим потому что мы обсудили уже обе части этой книги можете посмотреть их если не смотрели в подсказках будет да мы просто эксперты по факту на сочки вообще чем же дарк романы отличаются от простых обычных привычных нам любовных романов есть некоторые признаки как их отличить во-первых такие романы очень сильно двигают границы того что принято девки не подглядывайте того что принято считать вообще любовью и нормальными любовными здоровыми отношениями дальше по поводу сюжетов здесь часто содержатся какие-то сцены или сюжеты с похищениями отсутствием согласия бдсм практиками убийствами и так далее опять-таки это немножко раздвигает наши границы нормы дальше очень большую роль кроме сексуального напряжения играет и эмоциональное напряжение за что многие кстати любят взять дарк романы да когда нервишки да все любят пощекотать анус да и поплакать не сейчас это это на бусте это после уроков дальше главный герой часто играет какую-то роль в преступных мирах каких-то они участники мафии они убийц и что самое важное это всегда либо серо либо полное отсутствие какой-либо морали опять-таки в жизни мы это встречаем слава богу не часто в обычных любовных романах тоже не часто вот дарк романы это по адресу дальше у нас не всегда есть привычные хэппи-эндинги опять-таки скорее всего персонажи главные будут вместе но вряд ли в этих книгах вы увидите какое-то искупление главного героя убийцы и так далее ну и конечно же эти романы они не для всех это скорее для тех кто хочет как-то исследовать свои желания и получить какую-то эмоциональную разрядку которую не может получить в жизни так дальше давайте поговорим о триггер-ворнингах что на самом деле одна из основных вещей которые стоит сегодня поговорить и упомянуть потому что как мы видим из многих обсуждений в интернете многие очень пренебрегают ими из-за этого потом это выливается не только в плохие нерелевантные отзывы о книгах но и люди себя тупо травмируют да на самом деле триггер-ворнинг это то про что мы кричим на каждом выпуске про хонтинга the line про любые дарк романцы ребята триггер-ворнинги это также важно как ебаться с гондоном ну типа читать дарк романцы не читать триггер-ворнинги это раз на раз не приходится на самом деле я еще видела очень многие девочки мужчины тоже которые читают дарк романцы они говорят типа мне интересно типа я хочу почитать но триггер-ворнинги это спойлеры к сюжету я этого не хочу а потом как раз таки травмируется то есть спойлеры не спойлеры вы не знаете как это пропишется когда это будет какой момент лучше прочитать чтобы потом отсеять только к чему ты явно не готов да что для тебя неприемлемо да чтобы у вас там не было потом ничету на два года и так далее импотенции это очень плохо но самое триггер-ворнинг кстати к чему мне издаёт к триггер-ворнингам это убийство животных нету такого триггер-ворнинга я его не встречала но когда он появляется я думаю где-то есть я хочу избегать эти книги есть авторы которые прописывают все абсолютно до мелочей даже типа грабеж да забегать вперед я вам так извините пожалуйста мы сейчас к этому вернемся и обсудим вот эти контравёршиал моменты триггер-ворнингом во-первых что это такое вообще может даже не все знают еще такого по-английски триггер-ворнинг это предупреждение читателя о том что книга может содержать какой-либо контент травмирующий или тревожный или неприемлемый для читателя вот кстати прогнозе троп не прописано триггер-ворнингах а для меня это самый важный это троп в этом-то и дело давайте дойдем до этого вообще триггер-ворнинги стали появляться в книгах не так давно я думаю в каких-нибудь не знаю дарк романах из нулевых когда еще не было такого определения вы не найдете что там будет убийство изнасилование или еще что-то вот и ну где их найти если кто-то не знает скорее всего это будет начале книги или примечаниях от автора я помню одну книгу читала где триггер-ворнинги были в самом конце спасибо я видишь стоит заглянуть примечание от автора иногда в начале не нашел да ну про важность триггер-ворнингов мы уже тоже сказали а теперь давайте обсудим как раз таки то о чем вы начали говорить это вот такие вопросы к триггер-ворнингам которые существуют как от читателей так и от авторов и на самом деле последних книгах мне кажется уже почти везде прописываются они но многие даже авторы не хотят это делать по ряду причин например понятное дело когда мы говорим о таком явном дарк романте опять-таки приводим пример haunting headline где у нас сам автор прописывает и где это действительно играет важную часть сюжета изнасилование убийство human trafficking насилие над детьми и так далее но некоторые авторы не хотят прописывать такие триггер-ворнинги потому что со стороны для читателя может показаться что это суть книги а это допустим просто то что случилось персонажем но книга вообще не об этом и открыв книгу и посмотрев триггер-ворнинги такой я не хочу читать с таким сюжетом книгу и ты ее закрываешь хотя она вообще может быть не об этом то есть мы теряем часть читателей по этой причине дальше про то что Лиза говорила, что триггер-ворнинги могут быть спойлерами, и тут я на самом деле отчасти согласна, потому что я не хочу знать, что в книге плохой конец, или что будет смерть, допустим, с персонажами и так далее, и опять-таки приводя в пример Хонтинг Кэдалайн только вторую часть, прочитав триггер-ворнинги, они мне дали понять, что мне ждать в книге не только тревожные моменты, но я поняла, что будет происходить с героиней по факту, мне это не очень понравилось. Ну, я вот не читаю особо триггер-ворнинги, но потому что я знаю, что... Мне всё зайдёт. Ну, типа, ну, как бы я могу прочитать про это, я не буду такой какой-то непонятной реакции, я буду кричать, что книга плохая и так далее, то есть я сама беру ответственность на себя, что я сгибаю триггер-ворнинги, да, сгибаю, и поэтому, как бы, ну, тут уже понравится, не понравится, но автор предупреждает, поэтому не надо его ругать за это. Да, но другой момент, что можно сказать то же самое, это твоя ответственность узнать триггер-ворнинги о книге, потому что есть в открытом доступе очень много сайтов, типа, баз данных по всем книгам, и там прям по каждой книге ты можешь найти исчерпывающие триггер-ворнинги, то есть ты как читатель, ты знаешь, что ты чувствительен к многим темам, ты берёшь книгу, которая вызывает у тебя вопрос, ты идёшь в интернет, заходишь на такой сайт и смотришь, какие в ней триггер-ворнинги, если ты этого хочешь. Если нет, то ты берёшь книгу и читаешь. Ну, ты берёшь при этом на себя ответственность, ты потом не бомбишь в соцсетях о том, что, боже, он назвал её шлюхой. Ну, это вообще как бы, ну, это не будет в триггер-ворнингах, скорее всего. Ну, а некоторые-то считают, что это уже too much. Ну, так, да, я понимаю. Некоторые считают, что книги, в которых мужчина называет во время секса девушку шлюхой, это уже дарк-романс. Нет, это может быть, смотря какой-то другой контекст, но ещё проблема в том, что, мне кажется, когда мы говорим о триггер-ворнингах и используем это в аргументе, когда человек говорит, что в книге было слишком жёстко, мы такие, а ты читал триггер-ворнинг? Я такой, да, но всё равно это слишком жёстко. Ну, а где логика в этом? Ну, многие используют такой аргумент всё равно. Ну, скорее всего, люди такие читают впервые дарк-романсы, и они видят, например, там, human trafficking или убийство, и они такие, ну, скажут там, типа, вскользь, что кто-то умер, но не будет на этом построен сюжет, например, тоже такое может быть, и потом офигевают. Поэтому существует много гайдов и, я думаю, видосов о том, как входить правильно в дарк-романс, вы тоже их не скипайте, и я думаю, кто-нибудь наш видос тоже включит потом в эти гайды, потому что мы тут просто матчасть вам разложим. Рядом с гайдом, как входить в другие тёмные места. Ещё один момент, почему люди, как я считаю, неправильно входят в дарк-романсы, потому что нужно начинать с лайтовых, и потом уже пробираться, типа, к жёстче, там, больше и так далее. А некоторые начинают сразу с ритуала какого-нибудь, или с Хонтин Эддла, не понимая, типа, их, не их, поэтому у нас есть в канале пост, как войти в дарк-романсы, там, типа, по уровню тоже можно прочитать, будет ссылка на пост в описании. Да. Поэтому, если вы хотите попробовать, начните с чего-нибудь лёгенького, а потом уже исследуйте эту территорию дальше. Всё так. Дальше ещё пару моментов по поводу триггер-ворнингов. Многие жалуются, ну, не жалуются, скорее, тоже такой вопрос, что триггер-ворнинги как раз-таки никогда не будут исчерпывающими, и, например, понятное дело, у нас есть эти базовые вещи, самые, там, привычные и так далее, но кого-то может триггерить то, что для других абсолютно является нормой. И стоит ли, например, писать вообще хоть какие-то триггер-ворнинги, если всё равно ты не напишешь полный список. И, кстати, здесь я видела книги, в которых лист триггер-ворнингов был настолько огромный, где я могла не знать половину вообще аббревиатур и определений, хотя, ну, может быть, это я просто не развита в этом вопросе, но прикол в том, что потом в книге я ничего из этого даже могла не встретить, это могло быть настолько мельком, что я не знаю, зачем это, в принципе, было писать. И ты читаешь лист этот и думаешь, а что за дичь я сейчас буду читать, а там этого даже нет, это тоже как будто бы перебор. На самом деле, я знаю, что вспомнила, я какую-то книжку хотела прочитать и в тиктоке нашла, типа, дарк-роман, начала в комментарии залазить, смотреть, и там девочка написала, в триггер-ворнинге надо было прописать, что главный парень не черноволосый. Типа, для людей вот это уже триггер-ворнингом может послужить, поэтому да. Ну, а то, что перечислено много чего, с чего может не встретиться, может быть, ты не заметила, потому что это был какой-нибудь намёк там или ещё что-то, а люди прям могут на это отреагировать, даже, типа, если это сквозь слова написано очень сильно. Авторы перестраховываются, чтобы, ну, типа, на всякий случай, типа, предупреждён, и читай, если хочешь. Ну, так как я читала эту книгу про дверь, там был такой список триггер-ворнингов, там книга на 70 телефонных страниц, триггер-ворнингов было на три страницы из них. Знаете что? А может быть, авторы, вот как раз-таки, чтобы, ну, типа, не было спойлеров к сюжету, пихают, типа, в лист всё подряд, чтобы пойдёт, что нет, да, да, чтобы пойдёт, что нет, и ты не узнаешь, типа, будет это в сюжете или не будет в сюжете. Конспирология от Глжас Вона Хэвсма. Да, я люблю конспирологию. Но там не было главного триггер-ворнинга, что книга просто полная дичь. А это в конце. В примечаниях от автора. Да, в примечаниях. Типа, извините. Так, и ещё момент. Авторы боятся, что триггер-ворнинги могут поспособствовать цензурированию их книг. Например, мы триггер-ворнингами немножко так категоризуем книги, и эти книги, там, дарк-романсы, и не обязательно дарк-романсы, скорее всего, где-нибудь в магазине или там, не знаю, библиотеке могут отставить на какую-нибудь дальнюю полку с книгами про убитие насильников, и по факту, опять-таки, намного меньше аудитория их заметит, возьмёт в руки и сможет исследовать свои желания. Вот, но тут опять-таки становится вопрос, готовы ли авторы в угоду тому, чтобы их книгу прочитало больше людей, рискнуть тем, что они кого-то могут травмировать? Ну вот меня раздражает, что я почти никогда не встречаю триггер-ворнинга убийства животных, а потом убивают животных, и я бросаю книгу. Согласна. На самом деле, тоже странно, что вот такого вот не прописано. Я говорю опять, грабёж дома был прописан, а убийство животного это очень травмирующее для многих людей, может быть. Опять-таки, триггер-ворнинги не в дарк-романах вы часто вообще встречаете? Ты читаешь обычную, не знаю, там, драму или фэнтези, где полно убийств чернухи, может быть, там нет триггер-ворнингов. Тебя никто не предупреждает. Потому что это новое веяние. Новое веяние, потому что люди очень странно начали реагировать, типа, боже мой, что там написано? И такие, ладно, сделаем триггер-ворнинги. Но на самом деле, вот триггер-ворнинги надо к стеклянному трону сразу в каждой книжечке прописать, потому что, ну, там тоже были очень ужасные моменты, особенно в последней. Ну, по факту, как будто бы, скорее, проблема с дарк-романами и для чего нужны триггер-ворнинги, чтобы акторы могли защититься, потому что, действительно, они пишут очень много аморальных вещей там. И чтобы они могли защититься триггер-ворнингами, типа, мы вас предупреждали, а в других книгах всё-таки с моралью обычно всё нормально. Ну да. И мы видим, что плохие вещи делает там злодей, и он осуждается, хорошие вещи и исправляет за плохим человеком хороший герой. И здесь, как бы, внутри книги всё становится на свои места. Как будто бы в этом дело, что триггер-ворнинги стали именно популярны с дарк-романами. Ну, я считаю, что дарк-романы должны иметь триггер-ворнинги хотя бы несколько штук по самым травмирующим вещам, потому что я знаю, что многие девочки, кто уже мамы, они, например, не могут читать всё, что связано с насилием над детьми и прочего, и в таком случае им лучше сразу отсеять эти книги. Или, например, те, кто пережил насилие, многим тяжело читать про насилие, хотя я знаю, что есть случаи, что девочки, наоборот, читают и понимают, что они не одни в этой ситуации, как там главная героиня справляется с этим, им тоже помогает. То есть тут тоже нужно понимать свои потребности и что тебе нужно, а что тебе абсолютно нет. Да. И грамотно оценивать свою подготовленность. Ну, типа, ты же перед анальным сексом разрабатываешься. Вот именно. Вот ты разрабатываетесь перед дарк-романцами тоже так же и ещё плюс триггер-ворнинги. Ну, типа, да. Ну, типа, начинайте с чего-то лёгкого. Вот. Например, Ночь дьявола, это анальная пробка в нашем случае. Используйте, начинайте с этого. Да. Ну что, давайте тогда переходить, раз мы, в принципе, уже плавно начали, к вопросу, почему же люди любят читать дарк-романы. Дальше мы переходим к блоку, почему же людям нравится дарк-романц. Как уже сказала Настя. И начнём с первого факта. Это связано с нашей историей. Сейчас будет немножко скучной информацией, но вам нужно её понимать. История нашей или история Земли? Земли. Ничего себе. Ого. Что-то про даму и ему будет? Практически. Вообще, на самом деле, любовь к пощекотать себе нервишки была у людей всегда. Начиная с того, что, ну, даже сейчас мы все любим какие-то адреналиновые развлечения, но если копнуть поглубже, то мы узнаем, что в древнем Риме, например, люди очень любили посещать ужасно жестокие кровожадные гладиаторские бои. Они просто смотрели за тем, как люди сражаются насмерть, и это было своего рода интертейментом. Можно я кое-что скажу, если мы про историю ещё говорим? Во Франции тоже в средние века там было развлечение. Это у меня есть. А, да? Конечно. О, извините. Охота на больших животных, которая происходила не в качестве нахождения пропитания, а в качестве развлечения, когда снатные ребята собирались и шли на охоту на больших животных, типа кабанов, медведей и так далее. Знаете, вообще, как охота происходила? Всякие подсосы загоняли и ранили животных, а потом снатные ребята просто ради удовольствия убивали. Вот. И многие приходили на это развлечение посмотреть точно так же, зарядиться этим адреналином, при этом не участвуя самим в заварушке. Охота и до сих пор есть, в принципе. Да. Гладиаторские бои поменялись на бои без правил. Да. Или всякие там по правилам. И по правилам можно, да. Да. Мореплавание и исследование, которое происходило из любопытства и желания испытать что-то новое, интересное. Дуэли. Дуэли, помимо того, что сами по себе участники подвергали себя риску, так ещё и были зрители у этих дуэлей, которые тоже приходили только ради энтертеймента. Более того, происходило, и я думаю, сейчас тоже происходит, просто не в таком количестве дофига ритуальных всяких фестивалей и штук, где ребята занимаются самоистязанием, хождением по углям и прочее, прочее. И это тоже делается, конечно же, с целью получить свою долю адреналина. Люди на гвоздях начали стоять, вы понимаете? И даже просто банально на казнь посмотреть, что всегда события было. Да, вот. Люди в средневековье все ходили на публичные казни для того, чтобы... Ну, это единственное их было развлечение. Телека, блядь, нет, Netflix'а нет. А сегодня не надо ходить на казнь, вы можете смотреть наше видео. То есть мы казнь для них. Сейчас самое популярное, то, что Лиза сказала, спортивное соревнование. Да, до сих пор это люди ходят, они получают большую долю адреналина и волнения. И поэтому, несмотря на все вот эти мрачные нотки событий, которые люди любили с древних времён, это форма развлечения и объект любопытства всегда. То есть любители трукрайма, поднимите руку, то есть типа всё вот это. На самом деле, ещё помните, была передача «Фактор страха», где люди просто там какую-то дичь творили, ели кого-то там, по балкам этим ходили. То есть я всё время бежала, такая, что у них происходит? То есть это то же самое, вот впечатления какие-то. Да, мы любим получать адреналин, мы любим свои нервишки щекотать, мы любим получать этот эксайтмент. И все эти занятия только доказывают то, что испытывать сильные эмоции вроде страха и волнения является обязательным для людей и прослеживается на протяжении всей истории. С этого мы можем пройти чуть дальше и учесть, что в наше время мы живём в достаточно тепличных условиях. Большинство людей, я не говорю про тех, кто сейчас там действительно раб в хьюмэн-трафике каком-то и так далее, я говорю про нас с вами, те, кто может иметь возможность смотреть это видео на YouTube. Мы живём в тепличных условиях и достаточно редко подвергаемся опасности и испытываем в принципе адреналин. И сегодня мы будем обсуждать дарк-романсы, а именно дарк-романсы как возможный для того, чтобы получить заряд страха и волнения в безопасных условиях у себя дома. Можно, конечно, ещё пойти соседям, позвонить в дверь и убежать и получить свою долю адреналина, но для тех, кто уже этот уровень прошёл, двигаемся дальше. А если твой сосед зайд? Малышишь, не только адреналин. Малышишь, а там просто ты на экране, твоя комната. Твой туалет. Да. Из унитаза камера такая. Действительно, дарк-романсы. И переходим к причинам, что исторически, вот одна из первых причин, почему людям нравятся дарк-романсы. Исторически мы любим пощекотать себе нервишки. Следующая причина это исследование тёмных сторон нашей натуры. Дарк-романсы очень часто затрагивают сложные темы, которые редко встретишь манипуляции и токсичные отношения. Зачастую в книгах мы видим, что они любовь на любовь, они для друга всё, и прекрасные люди сами по себе, и всё хорошо. Здесь же мы исследуем динамику в отношениях, где присутствуют манипуляции, контроль, психологическое или даже физическое насилие. То есть жизнь наша. Более правдивые книжки. Получается так. И что больше всего, наверное, вызывает вопросов, то, что я вижу по комментариям в нашем РУ-сообществе, это то, что большой шок для людей вызывает, что персонажи могут испытывать эмоциональную зависимость или страх перед своими партнёрами, с которыми они в отношениях. То есть исследование этой стороны это пункт один, исследование второй стороны это преступность. Понятное дело, что все мы посмотрели там «Криминальную Россию» или «Следствие Велисы» Леонидом Каневским. Всё это мы смотрели, и мы про преступность наслышаны, но есть те, для кого такие преступные действия, как убийство, похищение, мошенничество, изнасилование и так далее могут вызывать вопросы. А здесь мы получаем такую моральную дилемму, в ходе которой мы сами для себя решаем, например, приемлемо для нас это в книжках или нет. Хотя я думаю, для всех из нас в реальной жизни всё это достаточно неприемлемо. Ну, я надеюсь, на это пока не мере. Да, тут надо разграничивать то, что если люди про это читают, это не означает, что они хотят, чтобы с ними это произошло. И даже если им нравится про это читать, это не значит, что они хотят, чтобы с ними это произошло. Это 100%. Правильное отношение к дарк-романсам это отношение как к фэнтези. Ты не веришь, что у тебя придёт тебя похитит высокий, шикарный, сексуальный, красивый фейт. Всё ещё жду. Точно так же ты не веришь в это всё, пункт, он достаточно, я думаю, популярный вообще среди всех наших зрителей и нас. Это сексуальная напряжённость, которую мы любим читать в дарк-романсах. Дарк-романсы часто содержат интенсивные графические сексуальные сцены, которые включают БДСМ и много других кинков, которые могут быть для кого-то интересны, новинку, но про кинки мы поговорим чуть дальше. Следующий пункт, почему людям нравится наблюдать за моральными дилеммами, это месть, тёмное прошлое или настоящее. Когда сюжет включает мотивы преступных действий и так далее, мы уже обсудили, но касаемо мести это, ну, моральная дилемма. Ты тоже во время прочтения решаешь для себя, какое у тебя отношение к этому и насколько это вписывается в твои нормы морали, что тоже интересно даже с психологической точки зрения. И с психологической точки зрения переходим к психологическим проблемам. Часто мы встречаем персонажей, у которых есть проблемы с психикой совершенно разные, мы можем говорить про биполярку, порел, депрессия, что угодно, то, что можно встретить в реальной жизни, вы можете посмотреть, как это работает изнутри, как себя ощущает человек и как он ведёт себя с другими людьми. Ну и такой момент тоже важно, чтобы в дарк-романе это было правильно описано, потому что иногда автор может очень сильно проебаться, и опять-таки приведём пример Хонтинг Эдалайн, где она очень неправильно описала отношения Зейда и Эдалайн в первой части относительно изнасилований, которые происходили. И здесь это то, за что мы её ругали и за что ругают многие, но я думаю, другие авторы могут с этим справиться. Ну вот у меня самый большой типа минус дарк-романов то, что когда главный персонаж мужчина у нас обычно социопат или психопат, авторы неправильно это описывают. Вот и некоторые не вывозят именно такого героя, которого они описывают. Это точно так же, как в любом другом жанре. Мы можем читать книгу хай-фэнтези или эпик-фэнтези и понимать, что автор не вывозит. То есть это просто, как сказать так, реалии фикции, что кто-то тянет, кто-то нет. Это тоже нужно понимать. Все эти пункты мы можем исследовать дома в безопасной среде. Вот как бы это одна из причин, почему нам нравятся дарк-романцы и нравятся читатели. Третья причина это эмоциональное напряжение и драматизм. У нас в дарк-романцах чаще всего драма и эмоции накалены до предела и доведены до абсолюта. Они создают сильное эмоциональное напряжение и предлагают нам интенсивные и драматичные сюжеты. То есть читая дарк-романс мы не имеем рамок, мы никогда не знаем, чем закончится. Если, например, читая не дарк-романс, ты такой, он точно не умрет, он точно не убьет, все они точно закончат хорошо. В дарк-романцах ты никогда не знаешь, что будет дальше. И даже если произойдет какая-то жопа, закончится ли она хорошо. И эмоциональные качели это то, за что мы любим дарк-романсы. Четвертая причина это то, что персонажи в дарк-романсах часто имеют сложную личность, проблемное прошлое и это делает взаимоотношения с ними интереснее и это делает их в чем-то ближе к нам. Многие смогут найти какие-то отрицательные свои черты или своего партнера в персонажах книг и это приводит нас на размышления о природе любви, доверия и взаимоотношения между индивидуями. Боже мой, Светлана. Извините. Причем у меня даже не так было написано, я не знаю, почему я так пизданула. Ты уже просто немножко вовлеклась в эту научную среду, которая у нас сегодня. Что-то я хотела сказать по поводу того, что ты сейчас про индивидов, но индивиды меня вывели. Да, с колеи, просто я забыла мыслить. Я хотела сказать, знаешь, типа, если у этих персонажей получилось, значит у нас все хорошо в отношении. О, как молодец. Сравнили. Я хотела сказать, что вот, да, почему, как для меня, например, почему мне часто Dark Romance заходит бодрее и интереснее, чем обычный роман. Вот как раз-таки совокупность того, что я перечислила, в том числе сложность персонажей, потому что, чтобы все-таки, опять-таки, мы говорим не просто где у нас чернушная ебля, а имеется какой-то сюжет, что сам жанр обязывает персонажей и обязывает автора написать более сложных персонажей, чтобы оправдать то, что они делают. Здесь не получится скипнуть личность человека и написать дженерик чувака какого-то, иначе это будет, естественно, просто плохая книга. Поэтому Dark Romance, в них чаще просто интересный сюжет может быть. Да. И мне нравится, когда автор делает так, чтобы ты понял его, у тебя персонажа, которого он прописал, все его мотивы, поступки, и ты понимаешь, что это плохо, неправильно и так далее, в жизни это ужас, но ты можешь понять, почему так произошло. И вот это вот чувство, когда ты такой, я понимаю, но он это делает, типа вот нравится, когда неоднозначное отношение к персонажу. Да, видите, мы возвращаемся к тому, что у нас много размышлений всегда насчёт этого. То есть Dark Romance заставляет задуматься. Да, да. Пятая причина. Это ты. Это мы с вами. Это Podcast Girls is gonna have smart, конечно же. Шестая причина. Шестая причина. Это эскапизм, друзья. Ничего так не погружает в другую реальность и не отвлекает от собственных проблем, как возможность пережить какие-то чужие проблемы. Чужие проблемы. Которые ещё хуже. Чужую драму. И знаете, как иногда ты плачешь над книгой или фильмом, или песней, или чем угодно. На самом деле ты просто свои негативные эмоции таким образом тоже сбрасываешь и это хорошо. Не стоит, конечно, эскапизмом перебарщивать с ним, но для многих это классная эмоциональная разгрузка. Седьмая причина. Исследование дилемм. То, что мы обсуждаем с вами, это и есть седьмая причина наша. То, что у нас всегда есть о чём поговорить и сравнить наше мнение. На самом деле очень прикольно, когда вот с подругой, там с другом или, например, с молодым человеком вы прочитаете одну и ту же книгу и интересно её обсудить, что он думает про это и так далее. Да, мы на этом подкаст построили. Да, то есть дарк романс там можно обсуждать сколько угодно, огромное количество проблем и так далее. И часто ты можешь столкнуться с абсолютно противоположными мнениями, например, одного поступка героя, потому что, опять-таки, даже в рамках дарк романа, когда мы соглашаемся читать что-то ненормальное в кавычках, для кого-то в рамках, не знаю, сюжетной линии поведение персонажа будет окей, для кого-то полным пиздецом, и это то, что мы можем обсудить, и это интересно. Не во многих книгах ты с таким можешь столкнуться. Факт. Восьмая причина. Восьмая причина это изучение своей сексуальности и своих кинков. И это мы можем тоже поделить в несколько подпунктов. Знакомство с кинками вообще для многих людей, ну, типа, они с ними не знакомы, и чтение дарк-романсов часто включают такие сцены, как бандаж, доминирование, садизм, мазохизм и прочее, прочее, прочее. Например, ну, для меня стала интересной темой это knife play. Я, ну, типа, никогда не задумывалась, а тут ты прочитала, такой, угу. Да. Ты даже банально просто узнаёшь какие-то вещи, типа, чем люди занимаются в постели, ты такой, прикол. Все выдумщики. Да. На самом деле, мне вот этим тоже очень дарк-романсы нравится. Во-первых, что ты начинаешь понимать, что тебе нравится, что тебе не нравится, что ты можешь попробовать. хочешь попробовать, да. Да, или ты точно знаешь, что ты этого не хочешь пробовать и можешь сообщить своего партнёра. Ещё мне нравится. Это такой рандомный момент живёт с человеком и такой, я не хочу, чтобы ты меня насиловал, пожалуйста. Я люблю рулевую игру из насилования, да. И он такой, окей, шок. И он такой, короче, я хотела сейчас сказать, то, что многих пар это, типа, возвращает в какой-то, типа, вот, романтический период их отношений. Гиблический период отношений. когда они там, типа, начинают исследовать новые аспектики. Ну, подогревают немного ситуацию. Группа говоря, для многих это способ узнать про темы, которые в обществе табуированы или не обсуждаются. Тем более, ну, давайте будем откровенными, я росла, у меня в школе не было никакого секс-просвета и ничего такого. Я думаю, 90% наших зрителей то же самое. и когда тебе там уже 18+, и ты ничего про это не знаешь, тебе, конечно, всё это интересно, и лучше это делать, опять же, в безопасных условиях с книжкой, чем на какой-нибудь вписке это всё пробовать впервые и узнавать, что это такое. Интересно. Это из личного опыта? Вписки это были только хуёво организованные кинки-пати, где никто ни о чём не спрашивал. Это секс-просвет. Ещё я хотела сказать, что книжки, дарк-романцы помогают, это как методичка, как что делать. Могут обучить, как делать минет, как что-нибудь ещё там делать, какие-то новые фозы. Потому что секс графически очень описан. Да, очень подробно, как методичка. Да, но все эти пункты, конечно, при условии, если это хорошо написано. Да, ну, это понятно. Это прям очень важно. Потому что, ну, мне кажется, это не всегда понятно, потому что даже сейчас на русский язык переводится не так много дарк-романов, но процент шлака там приличный. На самом деле. Соответственно, люди могут взять эти книги и такие, и это сейчас популярно. У молодёжи. Да. А по сути, они просто взяли хуёвую книгу, как и много хуёвых книг в любом жанре. Ещё я хотела сказать то, что иногда, когда это плохо прописано, это уже превращается не в дарк-романцы, а в кринж-книжку, над которой ты просто угораешь. Поэтому вы либо научитесь чему-то потрепетить. Либо посмеётесь. Да, либо подгораете. Да, главное не быть категоричным к этому. Если одна книга не зашла, пойдите обсудить со знакомыми, возможно, это просто плохая книга. Почитайте, что пишут люди там на том же Гудрите и так далее. Да, возможно, нужно попробовать другую. Как я уже сказала, и девочки подтвердили, это безопасное пространство для исследования потов. Всего. Следующий пункт — это отражение на личные предпочтения. То, что озвучивала Лиза, то, что ты можешь подчеркнуть для себя, что ты хочешь пробовать с партнёром или в соло, или, в принципе, что тебе интересно. Обсуждение и обмен опытом. Чтение таких романов классно способствует обсуждению сексуальности как с партнёром, так и с друзьями, с подружками. И это помогает как понять свои чувства, так и обсудить их с ближними, например, ну, типа, с мамой. Давайте будем откровенными. Ну, типа, многие разговоры с подружками заканчиваются обсуждением секс-жизни. И это прикольный момент. Я, кстати, вспомнила девочку с тиктока, которая, ну, она любит дарк-роман, и её отец просто, когда к ней приходит, начал брать её книжки, и она это заметила, и он такой, типа, а есть вторая часть, там, типа, вот это про ритуал, и она такая, ты это, папа, читаешь? Он такой, да, мне очень нравится это. Вот, пожалуйста. Настя на шутку обвернулась реальностью. Да. Но я бы не хотела обсуждать такое с родителями, и я бы даже, как будто бы, испугалась, если бы мои родители взяли эти книги у меня с моими заметками. Да. Грубо говоря, таким образом, дарк-романсы очень аффектуют нашу сексуальную психологию и сексуальность. И поэтому не стоит отбрасывать, если, например, вам это было бы интересно. И десятая причина, и, наверное, финальная, это эстетическое наслаждение. Кто-то находит красоту в мрачной, меланхоличной эстетике, в которой сложно выраженные эмоции, сложные персонажи, вот это состояние вечной ночи какой-то вокруг. Многим это нравится, и я, например, из этого числа, мне нравится этот дарк-эстетика этих книг, поэтому, если вам тоже нравится этот дарк-романс, пишите об этом в комментариях. Да, на самом деле, опять-таки, если это хорошо прописано, и вот приведём пример Хонтинга Эдолайна, которая... Меня, например, когда я её первый раз взяла, она очень хорошо погрузила в эту дарк-атмосферу, потому что автор в описании атмосферы, в описании окружения, в описании... Дома. ...чувств, секса, прям умеет, и это... Всю книгу тебя держит в одном этом настроении очень классно. Да. Ну, в принципе, дарк-романсы часто, особенно если неплохие дарк-романсы, потому что я, например, начала, наверное, свои первые дарк-романсы, это была серия Ромарис. Ух! Я не могу сказать, что мне она понравилась, и если быть откровенной, то я бы, возможно, была одной из тех, кто писал бы там ужасные комментарии, но нет, я прекрасно понимаю, на что я шла, когда я её читала, но... Но тебе она просто не понравилась, и ты такая... О, как это не моя книга. Да, я просто поняла, что это не моя серия, абсолютно, но пару книг из огромной серии там держали в этой эстетике, и я, грубо говоря, ради этого и продолжала читать. Многим она нравится. Эстетика — это очень важная составляющая в книге, давайте признаем, потому что, типа, даже если книга скучная, но там классная эстетика, атмосфера, то мы чаще всего её заканчиваем. Да, когда автор умеет погружать в атмосферу, это огромный плюс. Это плюс, но если скучно по сюжету, то я, скорее всего, не буду продолжать ради эстетики просто. Ну, я продолжаю. И давайте перейдём к очень важному вопросу. Нормально ли, что людям или вам или нам нравится читать Dark Romance? Люди есть, и есть мы и наши подписчики. Как вы думаете, нормально ли? Конечно, нормально. Ты спрашиваешь... Так я подумаю. Подожди, Света, ты спрашиваешь у нас, я правильно понимаю? Конечно. Я считаю, что это абсолютно нормально. Давайте так. А. Нормально. Б. Да. С. Конечно. Конечно. И... Какой был вопрос? А Д, типа, я читаю, я прям исчёсываю. Пишите в комментариях ваш правильный ответ. Да, конечно же, это совершенно нормально, с вами всё в порядке, если вам кто-то говорит обратное, смело посылайте этих людей на наш, на наше видео, показывайте им, пускай послушают про матчасть и узнают немножко больше. Конечно, это нормально, совершенно, совершенно нормально читать что-то. Абсолютно нормально. Интересно вам, как, например, многие люди любят разные жанры порно, так и здесь, и разные жанры фильмов, и так далее, и тому подобное. Поэтому никого не слушайте, слушайте только нас. Тут главное здраво относиться к книгам, к тому, что ты читаешь, и не переносить, например, это на свою жизнь, типа, то есть вот это самое главное, здоровый подход к чтению дарк-романцев это окей, нездоровый, когда там у вас начинаются уже поиски заида самого, типа, вы уже превращаетесь в такое, типа, морали-грейп-персонажи, то это ненормально. Ну, и важный момент, мне кажется, даже если вы посмотрели наше видео, и всё услышали, поняли, и дарк-романсы это абсолютно вообще не для вас, и вы считаете их аморальными, это не значит, что... С вами тоже что-то не так. Нет, это не значит, что нужно осуждать других людей. Да, это тоже. Потому что... На вкус и цвет. Да, на вкус и цвет, каждый дрочит как хочет, и вас никто не осуждает за то, что вам они не нравятся, вы других людей не осуждаете, что дарк-романсы кому-то нравятся, это абсолютно нормально. Ну, мы сейчас какую-то такую основу... Знаете, с одной стороны мы говорим какие-то очевидные вещи, с другой стороны я понимаю, что у нас же сейчас в сообществе дофига тех, кто осуждает. Да, да, поэтому стоит это проговорить. Но почему-то некоторые люди этого не понимают. Да. Но тут опять же момент, что вот как людям нравится экстрим и так далее, так и людям всю жизнь, вот сколько существует мир, нравится кого-то обсуждать, осуждать, сплетничать, то есть это тоже самое есть. Такой же длиннолин. Оставьте это в своих личных чатах. Да, то есть хейтеры вот эти вот все, ну, это норма, что человек может это всё делать. И тем более призываем книжных блогеров прекратить как-то переходить на личности в обсуждении дарк-романцев и читателей, которым нравится дарк-романс, как-то принижать. Прям даже оскорбительно поговорить про них. Это абсолютно не круто и абсолютно говорит плохо только о вас. Здравый подход с одной стороны и с другой стороны, и никто никого не посылает к психотерапевтам. Да. Все ходим и так. И подведём позитивную нотку. Мы провели небольшой опрос среди наших подписчиков и узнали, почему они любят дарк-романсы. И всё это пересекается с тем, что мы назвали выше и почему же вы любите дарк-романс. В первую очередь, первый пункт, они вызывают эмоции, которые ты не получишь и не хочешь получить в реальной жизни. Отлично, совсем согласна. Сублимансы. Отлично. Ну, не отлично, но окей. Получение адреналина в безопасных условиях. Это вообще три лайка сразу. Нравится мрачная атмосфера, ночная обстановка. Нравится, что герои неоднозначные и многогранные. Отлично. Приятно ассоциировать себя с некоторыми из них на основании общих отрицательных черт. То, что очень тоже классно. Убийцы у нас в подписчиках. Получается так. Получается? Да. Они убивают своей крутости. Красотой. Необычные ощущения, сильные чувства и интересно спускаться в колодец своих моральных устоев. Очень красиво сказано. Да, очень красиво сказано. А это то, что мы тоже упоминали. Это действительно интересно. Запретная любовь, серая мораль, напряжённая плод твиста, эмоциональные горки. Всё это нам нравится, мы это всё любим. Классный секс и много было комментариев про секс. Отлично, мы это всё объединяем в один. Мы с вами это разделяем. Спасает некоторых дарк-романсы от нечетуна. Да, кстати. Потому что это такие книги, когда ты погружаешься и ты уже такой, боже, мне вставать через час, я уже почти дочитала книгу. Легко затягивает. Как раз таки вот этим вот всем они и затягивают. Поднимаются более серьёзные социальные и психологические проблемы. Это то, что мы с вами обсуждали, это есть. Следующее. Многие отметили мужчин в дарк-романсах, что им нравятся мужчины. Но здесь важно разграничивать, конечно, не романтизировать убийство, изнасилования и так далее. Понимать, что это фикшн. Сюжет больше держит напряжение, ставки для героев обычно выше. Тут тоже по всем параметрам правильно. Эмоции доведены до абсолюта, согласны. И для многих это разбавление розового, ванильного, обычного чтения. Что так и есть. В принципе, спасибо нашим подписчикам, что поучаствовали в опросе. Надеемся, что вам было интересно и что ваши причины, почему вы любите дарк-романсы тоже сошлись как с моими исследованиями, так и с нашими подписчиками. Если нет, пишите в комментариях. Да, может быть, у вас какие-то свои причины есть ещё. Или даже если такие же, тоже пишите. И сейчас переходим к тому, почему многим не нравятся дарк-романсы. Передаём слово Елизавете. Так, давайте обсудим, почему людям может не нравиться дарк-романсы. И это тоже окей. И это тоже окей, и это нормально. И если вам не нравится и почему, то же пишите в комментариях. Самый первый момент это интенсивные и провокационные сюжеты, что логично. Потому что в дарк-романсах их, ну типа, это основа дарк-романсов. Забавно, что это по факту подпадает и под плюсы, и под минусы, и это ещё раз подтверждает, что мы все разные, мы все разные, и на каждый жанр, на каждую книгу найдётся свой читатель, и это просто может быть не ваше. Да. В общем, опять же, интенсивные провокационные сюжеты в дарк-романсах, и они часто затрагивают темы, которые выходят за рамки традиционной романтики, вот эти вот ванильные, или как их называют, романы, которые люди любят читать, и исследуют более тёмные, часто тубуированные аспекты человеческого опыта. Ну, что логично. Поэтому перед прочтением таких романов нужно ознакомиться с триггервордингами, ещё раз предупреждаем на всяких случаях, про которые Настя рассказала. Ещё раз пересмотрите это видео. Да, ещё раз посмотрите триггервординги в ваших книгах. Сюжет таких романов вызывает сильную эмоциональную реакцию у читателя, что кому-то может нравиться, не нравиться, даже отталкивать абсолютно от этих книг, от этих авторов и так далее. Давайте разберём. Провокация через табу, это самое первое. Дарк-романсы обычно часто включают в себя темы, которые могут считаться табу, неприемлемые в более консервативных или традиционных кругах нашего общества. И это могут быть темы, связанные с нестандартными или экстремальными сексуальными предпочтениями, потому что, наверное, это самое распространённое после убийств и всего, это именно то, как описан секс в этой книге. Как ебутся люди. Да, конечно же. Не только в миссионерской позе, оказывается, можно это делать. С выключенным светом, да. Оказывается, существует БДСМ. И это вот, БДСМ, наверное, вызывает у всех сразу вопросы, отрицание, закрывание глаз, такие, о боже мой, а что вы пишете? Но говорится про БДСМ не из 50 оттенков серого, а там не БДСМ, друзья, к сожалению или к счастью. Итак, очень смешно, что ты это сказала, потому что это мой пример. В общем, элементы БДСМа носили в отношениях измены, манипуляции, обман. Вот что ещё, типа самое, то, что может это отталкивать, особенно вот эти вот, как можно простить измену и так далее, ну там, типа, у каждого свои нюансы бывают. Книги, в которых присутствуют доминирующие, подчиняющиеся отношения между персонажами обычно вызывают очень много дискуссий, споров, приемлемости и реалистичности вообще изображения этого в книге. Самый яркий, популярный пример, это не охотясь на Аделину, это книга 50 оттенков серого, потому что, типа, её даже до сих пор в каких-то обсуждениях всё равно вспоминают. Если начинается обсуждение в дарк-романцах, кто-то, да, крикнет про 50 оттенков серого. Хотя эта книга, это, ну не то, что дарк-романц, это даже, ну, окей, лёгкий дарк-романц, потому что там есть слово BDSM. Ну и то, он её отшлёпал. Ну вот лёгкий BDSM. Она не хотела один раз, чтобы он её шлёпал. Это жесть. Но она получала удовольствие. И то, когда эта книга была на пике популярности, такого понятия, как дарк-романц, оно вообще в обиходе не было. Так и там и триггер-вордингов, я уверена, не было. И это было просто фанфик по суммиркам, это одно, но все по всему миру читали и хотели пощекотать себе, возможно, кто-то нервишки, а больше всего все были в шоке от порнографии. Да, вот смотрите, книги. Короче, книга в своё время вызвала огромный ажиотаж, и некоторые её читали, чтобы понять вообще, что там такого написано, что её все раскупают, все обсуждают. То есть мне эту книгу, например, в своё время, мало да ладно, почитает. Секс-просвет. И вот самое смешное, то, что типа все знали, что там типа это эротика, и такие, боже мой, как вы это читаете? Но все читали. Да, вот я читала на лекциях, и в какой-то момент у меня подруги такие, боже мой, ты это читаешь? А потом в итоге они все заглядывали мне за плечо, и потом все начали её читать. Потому что, оказывается, большинству в любом случае интересно заглянуть как бы за эту дверь. Да. Вообще... Красную комнату. Да. А там нету Иксбокса и Плейстейшена. Вот это, вот это дарк-роман, когда ты открываешь комнату, игровую, и ты такой, кошмар, он психопат. В общем, главная критика связана с тем, не только читатель, но и критиков, прям, типа, книжных критиков, настоящих критиков, связаны с тем, что именно в романе представлены отношения, как они представлены между главными героями. Потому что отношения между Анастасией и Кристианом несут признаки эмоционально-физического насилия, а не здоровой БДСМ практики. То есть даже, если там описывается БДСМ, это не тот БДСМ, который... Не БДСМ здорового человека. который приемлем вообще в принципе. Это неадекватно. И это вызвало вообще беспокоенность по поводу того, что книга может давать неправильное представление о безопасности согласия в подобных решениях. И то, что люди как раз-таки только начинают с этим знакомиться, понимая, что такое БДСМ... Да, я Дарк Роман хотел сказать. БДСМ, и в итоге это уже неправильное представление, нездоровое, и так нельзя популяризировать тему БДСМ, например. Хотя ещё один момент, что благодаря этой книге очень много людей решили разнообразить свою сексуальную жизнь. И по статистике, короче, я ещё, когда только она вышла, первая часть, когда все читали, перед фильмом даже, была статистика, что в секс-шопах выросла, типа, выручка огромная, там вообще просто там 50 или 60 процентов, то, что, типа, все такие... Ну, одни плюсы, получается. Да, то есть... Даже в хуёвом Дарк БДСМ романе. Да, да, то есть, типа, люди могут найти для себя что-то положительное. В общем, дальше. Изображение власти и контроля, что ещё может не понравиться. Кстати, вот у нас, то, что мы говорили, есть... был вопрос, почему нравится, и также был вопрос, почему не нравится. И был один ответ, то, что феминистка во мне умирает, но читает. Поэтому вот власти и контроля. Во многих Дарк Романсах основной фокус делается на динамике власти и контроля между персонажами, и это может проявляться в форме психологического давления, физического насилия или эмоционального манипулирования. Конечно же, что неправильно, нездорово, и что сразу людей отталкивает. Также отношения могут быть представлены как часть сюжетной линии, где один из персонажей пытается взять, типа, власть над другим, и иногда это оправдывается необходимостью, истинной любовью, вот это вот, типа, самое отстойное реально, что есть в Дарке. Потому что, ну, как бы, оправдывание вот этих вот эмоциональных качелей, манипулирование нездоровых взаимоотношений между людьми через то, что, на самом деле, через обсессион полный. Ну, в том-то и дело, что это может нравиться, но другой вопрос ещё... Мы говорим, почему не нравятся люди. Да, вопрос, как это написано, опять-таки, и не романтизируют ли это люди, читая эти книги, даже если тебе это нравится, это не значит, что ты это романтизируешь. Во-первых, если тебе нравится читать об этом в книгах, это не означает то, что ты хочешь таких отношений в реальной жизни. И считаешь их нормальными в жизни. Да, потому что мне нравится читать про то, как мужчина, настолько там, у него огромный обсессион, что, типа, во-первых, типа, вот это вот «ты моя» через дарк-романы все, типа, и больше ничья, там, я убьюсь за тебя и много чего ещё другого сделаю. Ну, типа, мне нравится про это читать. Если у меня встретится только мужчина, ну, скорее всего, он упадёт нахуй. Вот, поэтому тут надо разграничивать книгу, реальность, и если не нравится, просто в ней читайте. Нужно понимать, что мы видим призмы другого персонажа, это всё. И, скорее всего, его персонажа, влюблённого уже во второго. То есть, такие вещи, да. Ну, понятно, почему многим это не нравится. Для тех, кто не готов это читать, это действительно будет too much. Да, это правда. Далее, это влияние на читателя. Эмоциональная интенсивность и моральная неопределённость в дарк-романцах могут вызывать у читателя сильные, но неоднозначные чувства. Некоторые читатели могут оценить глубину и сложность сюжетов, которые заставляют их задумываться и переживать всё вместе с персонажами, однако другие могут почувствовать дискомфорт, тревогу из-за тяжёлых тем, которые там поднимаются, каких-то конфликтных ситуаций, и поэтому они предпочитают более лёгкие, оптимистичные жанры, где ты безопасно себя чувствуешь. А дарк-романсы это уже больше как выход из зоны комфорта, каких-то вот комфортных книг, где всё вот как в розовых очках, то есть ты их просто снимаешь и вот погружаешься в дарк-романс. Ну, я хочу отметить, что действительно у меня, например, если я прочитаю несколько дарк-романсов или долго читаю дарк-романсы, у меня начинается тревожность. Я хуже сплю. Тебе надо это контролировать. И у меня, я сама себе говорю иногда, что, например, вот там какую-то книжку хочу почитать, потом понимаю, что это дарк-романс, недавно читала дарк-романсы, то я, скорее всего, эту книжку просто забью или перенесу на потом, потому что у меня, вот мы сейчас когда стали записывать дарк-романс сезон, у нас, конечно, тревожность. Я вот из тех людей, поэтому я знаю свою особенность. Я не читаю залпом целые серии дарк-романса или не читаю их без перерыва, а для меня это чтение, чтобы разбавить какие-то фэнтези-циклы. И это тоже правильно. Да. Если ты сама себе отдаёшь отчёт в том, что тебе комфортно и что нет, и не винишь в этом автора, например. И вот как раз таки, если, например, человек, который не умеет контролировать свою тревожность, то есть оно повышается, и он дальше начинает всё читая, 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 читать, и ему становится хуже, и он уже говорит, что вот эти книги, они сделали из меня просто куэрщика тревожного и так далее. Ну, типа, это ненормально. Главное понимать, хочешь ты читать, как ты на это реагируешь и ограничивать себя. Да. И если вы такой же, как я, у которого через определённое количество дарк-романсов растает тревожность, ну, то напишите об этом в комментарии, мы с вами обоснуем небольшую коммуну. Посчитаем. Посчитаем. Кому сколько нужно дарк-романов? Вот на самом деле, типа, вот то, что мы ещё с девочками обсуждали, о, нет, подкаст, а как и подружки. Вы подружки? Нет. Короче, мы коллеги. Мы коллеги я, я бы сказала. Мы гильдия. Мы гильдия бухгалтеров. Короче, мы обсуждали true crime и то, что как бы я обожаю смотреть true crime. Настя тоже любит смотреть true crime света временами. Я немножко, если я смотрю больше там нескольких часов, то я очень херово сплю, я начинаю, типа, тревожиться, у меня прям тревожно, у меня руки трясутся. И поэтому я себя знаю, поэтому я там ограничу. Или, например, например, Лиза что-то слушает, и я вслушиваюсь, и я понимаю, что для меня эта тема, ну, пиздец, то я абстрагируюсь этого, я не вслушиваюсь, не слушаю, что там происходит. Ну, я просто знаю свои особенности, и я этого избегаю в своей, как бы, культурной программе. У меня то же самое по true crime, dark romance у меня такой эффект не вызывает, там всё-таки, я даю себе отчёт, что это фикшн, это как фильм посмотреть, но когда я смотрю true crime, я понимаю, что это всё реальность, тут, да, когда я смотрю зал, помного, у меня начинается тревожность, бессонница, мне кажется, у меня за окном кто-то стоит всё время, и вот по тёмной улице я не могу идти, даже просто собаку выгуливая, и я такая, так, мне нужно немножко позитива в жизни. Вот, и точно так же, как с true crime, люди себя ограничивают, потому что true crime сейчас тоже очень популярен, его смотрит огромное количество людей, хотя бы просто, чтобы понимать, иногда даже, что в своём городе происходит, просто хотя бы статистику по городу посмотреть, то есть, и так же с dark, ограничивать, если что-то не нравится, всё, возвращаемся к теме влияния на читателя, dark romance часто представляет мораль в более относительном свете, подвергая сомнению идею абсолютного добра и зла, то есть, тут у нас в Мороле Грей персонажи, которые не такие однозначные. Короче, все плюсы, это и минусы. Потому что это вкусовщина, да, и всё, нет ни одного пункта за или против, который подтвердил бы нормальности или ненормальности той или иной стороны, это всё будет вкусовщина. будет один момент, с которым мы тоже согласимся, даже если мы любим dark romance. Хорошо. Но это похоже. Интригуется, да. В общем, через сложные отношения, выбор, который делают персонажи, авторы могут показать, что добро и зло может существовать в одном лице и что обстоятельства, которые могут значительно повлиять на моральные убеждения, причём как и персонажи, так и наши, когда мы читаем. Рассмотрение моральных вопросов в таких книгах обычно вызывает у читателей очень сильные эмоциональные реакции, заставляют задуматься о ценностях и там в своей жизни и как раз таки не любить этих персонажей. Потому что я бы вот так не поступила, даже если вот даже в этой ситуации. Поэтому они не могут принимать этих персонажей как что-то приемлемое. Да, классное, приемлемое и так далее. Для меня на самом деле это очень интересный момент для обсуждения, потому что мне кажется, когда люди ругаются на морале грей персонажей, понятно, я не буду говорить про крайности, когда у нас как Зейд, который убийца и насильник одновременно спасает женщин, ну, наверное, в жизни мало таких людей. Но я хочу сказать, что мне кажется, все люди, они иногда морали грей. Я про это и хотела сказать, что когда мы говорим про такие утрированные примеры, то это фикшн и так далее. Но как будто бы многим людям тяжело принять, что каждый из нас в каких-то вещах морали грей. Мир не чёрный и белый, и мы не чёрные и белые. И поэтому, возможно, обсуждая таких персонажей, кто-то за что-то цепляется, может быть, в себе, может быть, в своих, не знаю, близких. Своих триггерах. Да, триггерах, и им это дискомфорт создаёт. И они просто отрицают, это как типа, если я этого не вижу, этого не происходит. Да, как раз таки это снятие вот этих розовых очков происходит, и ты не готов с этим столкнуться. А ещё знаете то, что я вам говорила уже, мы с этого угорали, что нас в персонажах и друг друге раздражают больше всего, что на подсознательном уровне нас раздражают в себе. Поэтому, если вас что-то так сильно триггерит... Если вам не нравится Зейд, и он вас триггерит, то вы Зейд. Нет, в уроке психологии так же виновата ваша мать во всём. Нет, ну типа, если серьёзно, то просто постарайтесь абстрагироваться от Зейда и подумать, что общего или у этого персонажа какого-то есть с вами, и, возможно, вы найдёте какую-то причину немножко глубже и интереснее, чем просто вам не понравилась книга. Мне ещё хотелось бы, знаете, что отметить? То, что вот даже преследую Адалайн, хороший пример, но там есть всё равно минусы, про которые мы в подкасте всё время говорили, что автор где-то проебался. Да. И когда ты читаешь книжки, ты должен тоже понимать... Учитывать человеческий фактор. что автор, он, ну как бы, что он хотел прописать. это не психолог, и он не может хорошо, идеально прописать, там, без консультации с психологами, такие или такие черты людей. Да, поэтому, ну, не говорю закрывать глаза на плохую написанную книгу, а просто понимать, что, скорее всего, тот же момент изнасилования пистолетом и так далее. Он некрасиво прописан самим автором, поэтому тут чуть-чуть поглубже анализируйте, что читаете. Ну, включайте фильтр, делайте скидку, что авторы — это авторы, это не... вы не читаете научный труд. Также в дарк-романцах очень часто прописаны какие-то эмоциональные человеческие эмоции, обида, злость, предательство, темы, которые связаны с психологическими или физическими насилием, то есть людям это очень сложно тоже читать. Эти темы могут глубоко затрагивать сами личные переживания читателей, они могут вспоминать какие-то ситуации в своей жизни, которые, например, они уже забыли, и поэтому тоже будет не очень хороший оттенок книги. Так, далее это как плюс, так и минус, это очень хорошо графические изображения секса. Очень многим людям мне нравится читать вообще секс в книжках. Да, порно. Иногда это прямо минусы, особенно если это порно, связанное типа с какими-то кинками, БДСМ и так далее. А в дарк-романцах это, ну, типа эротические книги по факту, в которых очень хорошо и очень красочно это описано плохо или не очень, это уже зависит от автора. Вот, поэтому они предпочитают читать более лёгкое чтиво. И цуки тоже. И опять же, плюсы и минусы, это пессимизм, в конце нету этого, хэппи-энда. Как и в жизни всё. И последняя причина, с которой я согласна, и почему мне могут не нравиться какие-то дарк-романсы, это авторы. Иногда авторы не могут хорошо прописать историю, которую они хотят рассказать. И получается, что в книжках акцент только на взаимоотношения между героями, на секс и всё. Очень часто бывает, что авторы сливают сам сюжет. Они вкидывают какую-то информацию про те нововое правительство, про тайные общества, которые очень интересно почитать, очень интересно, как вот с главным злодеем наша пара персонажей столкнётся и так далее. Но иногда они не вывозят этого. Поэтому это превращается просто в порно-книжку, которую иногда неинтересно читать, потому что слишком всё однообразно, когда там типа через каждую главу только секс-секс-секс и ничего вообще из сюжета не происходит. Но с этим я абсолютно согласна. Да, и на самом деле в этом, наверное, сложность написания дарк-романа. Ты должен вывести как персонажей, так и сюжет, потому что сюжет это чаще всего не какая-то банальная офисная или история между друзьями, то, что ты видишь, в принципе, каждый день в своей жизни. Необычный сюжет Солера какого-нибудь. Да, да. А тебе нужно прописать сюжеты персонажей, по темам, с которыми ты сам, скорее всего, вряд ли сталкивался. Большой ресёрш провести. Да, и в этом сложность, и именно поэтому, наверное, тяжело найти действительно хороший дарк-роман. Но ты знаешь, что их нет, и это как в любом другом жанре, есть просто плохие книги, есть просто авторы, которые не вывозят какие-то сюжетные линии и так далее. Я вот сейчас вспомнила книгу Нактикадия, вроде бы, она называется, а я забыла имя автора, простите, пожалуйста. Там, ну, это больше, ну, дарк-романс тире дарк-академия, вот такой вот типа жанр, и там был упор на сюжет, там очень хорошо прописан сюжет, там типа исследования этих бабочек, червей и так далее, и в начале книги там прям несколько страниц понятий, которые ввёл автор, и типа там было то же, что она советовалась со всякими биологами, химиками и так далее, и когда ты открываешь такую книгу, ты такой, блин, хороший подход. Это я на самом деле очень уважаю авторов за большой ресёрч, и в принципе немножко я не то, что не уважаю, но осуждаю тех авторов, которые затрагивают, например, какие-то темы, которые им неизвестны, и абсолютно никакой ресёрч не проводят. Это всегда очень видно. Да, выдумывается с головы. Обычным гуглением просто ты гуглишь, и тебе сразу шлёт нахуй, говорит, это всё хуйня было. Да, ну типа неприятно становится. Ощущение, что тебя наебали, плюнули в лицо, я бы сказала. Ощущение, что ты прочитал говёную книгу. Да, это всегда неприятно. Причина, причём, людям, которым не нравится Дарк, и которым, опять же, нравится Дарк, это, опять же, мы сейчас всё про авторов говорим. Когда авторы из-за какого-то давления общества, давления читателей и так далее, делают Дарк романы легче, ванильнее и сдержаннее в плане своих персонажей. Особенно это происходит, когда это серия, например, какая-то. Первая книга отличный Дарк роман, который прям всё идеально, шикарно. Потом, скорее всего, автор почитал, как отреагировали читатели и так далее, там типа, особенно может быть люди, которым не нравится Дарк, и уже с каждой книгой всё делает, смягчает поступки персонажей, сюжет и так далее, то есть сливает полностью Дарк романс и превращая это в обычное... Так это же плюс для тех, кому Дарк романс не нравится. Это для... говорю, типа минус, который для нам, ну типа людям, которые не нравятся Дарк романы. Нравятся Дарк романы. Это минус для людей, которым нравятся Дарк романы. почему те, кому нравятся, могут поругать Следующее, это уже для всех Это слишком идеально прописанные образы мужчины и женщины Идеализированная, стереотипная красотка, которая там флетстамок и так далее Всё, что мы любим Проблема, мне кажется, от всех жанров Ну да, но это тоже есть такое И, ну тут уже, типа, тоже отсылки на ответы наших читателей и зрителей Читателей Читатели и зрители, короче Это то, что слишком плохие мужчины прописаны И если встретить такого в реальной жизни, ты будешь бежать и так далее И поэтому ты не можешь чётко оценить реалистичность мыслей женщины-персонажа Когда она сразу же влюбляется в такого морали-грэй парня Не, можешь, я... Я это говорю, это мы и при нас говорим Ну, я думаю, это опять вопрос к тому, насколько качественно это пропишет автор Мотивацию женщины, мотивацию мужчины-героя и так далее И опять-таки, мы все читаем фэнтези В жизни мы встретим пятистолетнего деда И мы такие Вот ты фу В смысле ты в орла превращаешься? Да, ну типа, мы это не заценим Потому что это не то, в какой реальности мы живём Такое же отношение должно быть и к дарк-романам Итак, теперь ответы наших подписчиков Почему им не нравится дарк-роман? Супер! Хотелось бы отметить, что процентов 25 было Мне нравится Мне всё нравится На вопрос, почему не нравится Мне нравится, и мне нравится под вино Мне нравится, типа, вообще, типа, я обожаю дарк-романы Найс Итак, первое Слишком романтизированы дарк-романы Когда в жизни попадается такой мужчина Всё заканчивается очень плохо Далее Людям не нравится жестокость, насилие, убийство Что логично Типа, потому что это основа некоторых книг Глупый банальный сюжет, опять же, не выводят авторы Когда отношения строятся только на сексе Часто отсутствие сюжета И автор может просто уйти в секс и написать кринж Бывают темы, которые слишком табуированные И внутренние феминисты не могут с этим справляться Подожди, внутренние феминисты не могут справиться не с табуированностью тем А просто с общим Да, с стереотипом внешности персонажей Не только внешность, отношения очень часто Это цитата Ну да Я просто продолжаю мысль про внутреннюю феминистку И обычно, когда я читаю такие книги Я просто отдаю себе отчёт в том, что я не увижу там, скорее всего Героиню-феминистку и мужчину, который оценит Её подостоинство Её подостоинство и её жизненные принципы Хотя есть дарк-романы, в которых как раз-таки Морали Грей — это женщина И там уже она доминирует над мужчиной Вот такие тогда читайте Опять-таки, это не феминизм тоже Это сексизм уже идёт в другую сторону Здесь и стой-стой стены проблемы Потому что всё-таки... Ну, как говорится, стрелочка не поворачивается Дарк-романы — это всё-таки про какие-то крайности Про утрирование каких-то вещей И так далее Деприкализация какого-то вообще любого вещей Действительно, читая это, наша внутренняя феминистка уходит спать Она просто закрывает глаза, а мы наслаждаемся Да На пару книжечек И далее Очень много было ответов, что авторы не вывозят И однотипные просто из книги в книгу Повторяю ещё один и тот же сюжет Одни и те же отношения, одни и те же персонажи и так далее Как и в обычных романах Там ещё больше, мне кажется Опять же, триггерные, хардкорные детали И... Цитата Я пришла читать, а не читать «Стеклище», чтобы по дому рыдать и переживать Это тоже выбор человека, который не любит читать тревожные, грустные и тяжёлые истории Но мне кажется, что типа и поплакать можно над обычными миленькими романами Конечно, можно Поэтому для многих важно, например, знать заранее, будет ли в книге «Хэппи-энд», что некоторые авторы прописывают Вот у меня по-разному Иногда у меня такое настроение, что я хочу почитать «Стеклище», иногда у меня настроение, что я хочу почитать, чтобы всё было чинно-мирно и закончилось хорошо Или было не чинно-мирно, но закончилось хорошо Да, чтобы вытащить себя, например, из какого-то состояния А иногда, когда ты в нормальном состоянии, надо пережить пару моментов Да, и хочется прямо немножко выпустить эти плохие эмоции Итак, следующий пункт, то, что очень плохо прописаны женские персонажи, что они такие невинные овенчики, нихрена не понимают И такие, типа, короче, тупые Ну, тут я согласна Опять же, проблема иногда в авторе, иногда проблема в книге, не в жанре дарк-романс Также романтизация абьюза, но есть такое Да, далее Мне очень нравится комментарий «Ебнутые персонажи с поломанной психикой» Как есть, и на самом деле спасибо за таких персонажей Да, они разбавляют Это то, зачем мы идём читать дарк-роман Мы не идём читать, чтобы почитать жёсткий секс Это далеко не первая причина, я думаю, для многих Конечно Знаете, что мне больше всего нравится в этом всём видео? То, что почти все плюсы сошли с минусами Да, да И мы не сговаривались вообще абсолютно, каждый готовил там свою часть Но по итогу всё равно пришли к выводу, что дарк-романы, как и любой другой жанр, это всё вкусовщина Конечно Единственное, что важно, это помнить о том, что, ну, не факт, что вы имеете единственное правильное мнение Ну, типа, давайте уважительно относиться ко вкусам, интересам и предпочтениям друг друга Да Вообще, напишите в комментариях обязательно своё мнение Любите ли вы дарк-романы? Если да, то почему, если нет, то почему И узнали ли вы что-то новое из этого видео? Может быть, мы поменяли чьё-то мнение, что тоже интересно было бы послушать Потому что, мне кажется, мы рассказали очень базовые, простые, понятные вещи Которые люди забывают, когда начинается дискуссия про дарк-романы Да, да, но как будто бы то, что мы видели в последнее время, подтверждает то, что не все это всё понимают Да, давайте будем взрослыми людьми относиться друг к другу с уважением Принимать вкусы друг друга Окей, там, типа, если они не заходят за рамку какую-то Мне нравится убивать людей Все, что в рамках Приличия Ну, не только нормы Закона, да, законно это хорошо Да, это всё окей Друзья, не забывайте подписываться на наши соцсети У нас есть Телеграм, у нас есть ТикТок Также у нас есть Бусти И, кстати, на самом дорогом тарифе у нас есть Бусти-чат И в котором у нас проходит много классных совместных чтений Имеется в виду дорогому нашему сердцу Да Всё так И созвона там ещё есть Да, не забывайте поддерживать нас, если вам этого хочется И подписываться на нас на других социальных сетях И обязательно подписывайтесь в Ютьюбе Пишите комментарии тоже Почти никто, кто нас смотрит, не подписан Я как бы... Это проблема всех Я осуждаю Да Но... Ну что, что-то стыдное, чтобы смотреть, я не понимаю Я тоже не понимаю Подпишитесь Имейте совесть Да Всем спасибо большое за то, что посмотрели это видео Делитесь со своими друзьями, чтобы они тоже узнали про Dark Romance Плюсы-минусы и так далее И спасибо, что были с нами Всем пока И у нас для вас есть сюрприз Сейчас на экране появятся книги, которые рекомендуют наши подписчики из жанра Dark Romance Если вдруг вы не знали, что почитать